Коллеги, добрый день. Давайте, пока мы не начали, проверим связь, хорошо ли нас слышно и видно. Отреагируйте, пожалуйста. Ага, отлично. Отлично, хорошо. Все, коллеги, добрый день. Мы рады вас приветствовать на нашей очередной встрече. Сегодня мы продолжим цикл вебинаров, на которых мы рассказываем вам о нашей волшебной платформе Axelot SCM и про систему DOM, как ее главный компонент. И снова сегодня с вами мы, я, Волгай Андрей, руководитель отдела продаж, и Киселева Ирина Несравненная сегодня тоже с нами. На прошлом вебинаре мы, конечно, говорили о том, как за счет продуманной интерграционной архитектуры система DOM обеспечивает координацию и связь всех компонентов логистической платформы, а также выступает таким универсальным интерфейсом или буфером при взаимодействии с учетными системами ERP. Мы также рассмотрели, как выглядит процесс исполнения цепочек поставок за счет обмена информацией со складскими системами и транспортными системами. Но все-таки система DOM – это в первую очередь система планирования, и главное ее назначение состоит в построении оптимальных цепочек поставок, и поэтому мы сегодня об этом с вами поговорим. Тайминг вебинара у нас сегодня стандартный, 45 минут на всю встречу, и в конце 10 минут мы, конечно же, посвятим ответам на ваши вопросы. Напомню, конечно же, нашим гостям о том, что система DOM является верхнеуровневой системой в платформе SIEM и отвечает за планирование и управление системами исполнения, например, такими как ВМС и ТМС. Также Axelot SIEM и DOM позволяют минимизировать риски миграции со старых систем при обновлении IT-ландшафта, например, так как в лучшем виде поддерживает идею компонентности или композитности. И также, как я отмечал выше, сегодня мы поговорим именно про оптимальное планирование цепочек поставок в системе DOM, как говорится, план ничто, планирование все, да, и в системе DOM планирование – это один из основных механизмов, на основе которого строится система принятия решений о том или ином варианте исполнения потребностей, обеспечения потребностей. Отмечу также, что стратегии планирования системы DOM отличаются максимальной гибкостью, то есть стратегии можно подстроить уже под налаженные бизнес-процессы, конечно же, если они налажены определенным и должным образом. И наша система не навязывает никаких жестких ограничений, может адаптироваться уже под непосредственно клиента, обладающего бизнес-знаниями и опытом. И давайте же теперь подробнее рассмотрим все нюансы планирования, собственно, да, так как это реализовано в системе. Вот, Ирина, пожалуйста, тебе слово. Так, ну-ка, мы переходим. Собственно говоря, я напомню, да, всех разделов мы сговорим. Как ни странно, мы начали действительно серию наших вебинаров с раздела, связанного с исполнением, потому что нам важно было показать именно вот идею взаимодействия систем в рамках платформы. Но это все касается, конечно, ну, касалось, да, вот здесь в прошлом вебинаре посмотрите, это все касалось именно, скажем так, процессом исполнения, отслеживания уже статуса перемещения, то есть когда план уже есть, да. Но вот сегодня мы решили, наконец, уже углубиться, да, в раздел планирования. Это, естественно, основное назначение этой системы, да, это система планирования и построение оптимальных цепочек поставок. Вот, в чем заключается вообще процесс планирования в подобных системах? Это, первое, это анализ текущей модели, текущей ситуации, а именно доступных источников, выполнение структуры логистической сети, да, актуальную модель, которую мы поддерживаем в системе, да, и это, скажем так, очень важный компонент, чтобы планы основывались именно на актуальном состоянии и сети, и состоянии запасов. И только тогда, конечно, можно уже говорить о каких-то постоянных цимальных вариантах, обеспечении, применении стратегии, ну, и главное, чтобы она основывалась, вот, и помогала нам принимать решения в каждый момент времени, какие точки поставок использовать. Вот, сбегая немножко вперед, все это пронизано, конечно, еще и финансовым потоком. То есть мы сейчас говорим о планировании материального потока, о том, как мы отслеживаем исполнение его перемещений, да, и вот уже на следующем там вебинаре, на третьем мы как раз поговорим о финансовой стороне вопроса, о том, как при планировании мы отражаем логистическую себестоимость цепочки и решения принимаем с нового, с основным у нас стоимостной, как бы, характеристики, вот, и про то, как, собственно говоря, у нас дооценка запасов по сети ведется, но это, как бы, для следующего, скажем так, вебинара. Да, мы обязательно его проанонсируем, да, еще дальше. Обязательно, вот, но сегодня о планировании, да, то есть мы уже там, о самом деле, сегодня о чем говорим. Вот, в систему ДОМ изначально заложена концепция интегрированного планирования, суть которой, это, пожалуй, такая самая главная идея, такая центральная, суть которой в объединении процессов пополнения и распределения и непосредственно процессом обеспечения спроса от конечных потребителей. То есть ДОМ становится, с одной стороны, единой точкой обработки заказов клиентов и одновременно точкой принятия решений о производстве, закупках, резервировании, поперемещениях в рамках исполнения этих заказов. Но наряду вот с этим оперативным обеспечением, да, уже реального спроса выполняется также планирование, выполнение на основании прогнозов продаж, который позволяет как раз настроить ритм, настроить и инициировать регулярные закупки у поставщиков, ритм производства, если о производственном предприятии идет речь, участки перемещения, которые отвечают за поддержание целевого уровня запасов. И все это происходит в едином цикле, на единой модели данных. Таким образом, у нас не возникает разрыва между планированием пополнения и планированием обеспечения, то есть в этом идея интегрированного подхода. Ну, давайте по порядку пройдем, что понимается под вот этим полным циклом планирования исполнения. Начинается все, конечно, с введения истории продаж, динамики запасов, мы система оперативная. И, как мы уже сказали, мы исполнением тоже занимаемся. Все это значит, что мы полностью владели информацией о том, как же продажи, какая была динамика продаж на узлах, из которых они, собственно, происходят. На узлах выхода из логистической сети, поэтому вот эту историю можем вести. И, конечно, при старте, система можем ее загрузить из внешнего источника, чтобы у нас как бы срослась модель данных, чтобы там свои прогнозные модели в доме мы могли строить. И вот как раз следующий этап – это прогноз потребления на основании вот этой самой истории продаж, которую мы сами же не генерировали там в нашем исполнении. Или загрузили отходку. Вот. Прогнозирование мы сейчас активно в дом развиваем, хотя, конечно, это, скажем так, уже такая расширенная функциональная система. Это не совсем относится к оперативному планированию в дом. Мы также можем использовать внешнюю систему прогнозирования, которая нам поставит вот этот прогноз, который у нас вплетется в наш вот этот вот единый цикл, да, планирования, исполнения и пополнения. Вот. То есть здесь, возможно, разные варианты. Там DNS сейчас сервис предлагает прогнозирование внешнее, абсолютно, которым можно независимо пользоваться. Другие программы, продукты существуют. Часто в компаниях вообще существует какая-то собственная практика, да, прогнозирование спроса. Но дальше нужно, собственно говоря, продолжать вот тот самый цикл, там, пополнения и обеспечения. Вот. А именно рассчитывать целевые уровни запасов по сети, да, это уже такая практическая сторона вопроса, исходя из вот этих прогнозов спроса, уровня сервиса, там, каких-то минимальных запасов. И вот, собственно, автозаказами заниматься, да, на пополнение по сети, то есть распределительной логистикой. Потом в системе происходит презервирование под вот эту историю, да, под пополнение, под обеспечение ожидаемых поставок, да. Мы заводим систему, ожидаем поступления от закупок, из производства. Здесь из ERP у нас тоже, да, мы таким буфером выступаем. С ERP от ERP мы получаем ожидаемые поступления, да, те, которые вот в результате какого-то там интеллектуального прогнозирования, планирования родились. Вот. И таким образом мы как бы создаем состояние сети, да, то есть мы подготовились, да, мы обеспечили вот вхождение всей товара, там, наших товаров, там, материалов. Вот. И следующий этап цикла – это уже обеспечение заказов клиентов, то есть мы строим непосредственно уже цепочки поставок из доступных запасов, из тех ожидаемых, которые мы там создавали, да, при помощи нашего планирования и распределения предшествующего. И затем происходит исполнение этих планов. И, собственно, цикл повторяется, снова у нас происходит исполнение, у нас снова какие-то выбытия происходят, жизнь идет своим ходом, и мы все время находимся вот в этом непрерывном цикле планирования исполнения. Вот. Давайте поговорим о том, как это вообще соотносится с традиционными подходами, да, известными, которые на ссылку, там, ссылогисты понимают, о чем речь, известными как push и pull, да, при планировании цепочек поставок. Вот при цепочке поставок, основанной на выталкивании или push-стратегии, товары максимально продвигаются по каналу от производства до конечного потребителя. Производитель, как правило, это характерный, конечно, для производственных компаний, устанавливает уровень производства, поскольку циклы там достаточно длинные, могут быть в соответствии с долгосрочными прогнозами по истории продаж, и, соответственно, стремятся максимально, скажем так, продвинуть товар к покупателю по цепочке поставок, да, это, еще раз повторюсь, ты выталкиваешь стратегию, как бы классика. Цепочки же поставок, основанные на вытягивании, у нас и закупки, и производство, и распределение определяются реальным спросом, а не прогнозом. Здесь, конечно, всегда имеет место определенное такое противопоставление выбора между тем операционных прогнозов, совершенствовать эти прогнозы, там, учитывать какие-то недостатки этих прогнозов, или же сосредоточиться на противоположном, а именно адаптации под запрос потребителей, ускорение реакции логистической сети. Ну, вот этот переменчивый свойств, это сейчас, конечно, очень актуально, да, в условиях такой неопределенности, когда вообще прогнозирование, оно, скажем так, на сломе оказывается, да, когда непонятно, как вычитываете зонность, там, с учетом очень нетипичных, там, последних лет, я вот сейчас слышу, компания говорит, мы вообще не понимаем, как относиться к данным историческим, которые у нас сейчас есть, применять и те же методики, которые мы применяли, или как-то вычищать это все, потому что были какие-то нестандартные очень события. Вот, мы, конечно, разрабатывая дом, изначально ориентировались на то, что компании стремятся скорость реакции по сети обеспечить, то есть как можно быстрее реагировать на запрос и быстрее по сети, скажем так, товары проводить. Ну, понятно, что на самом деле цепочки поставок, они всегда представляют собой комбинацию, да, ну, нет чистого пуш, нет чистого пуша в реальной жизни, всегда существует переход между этими этапами, вот какая-то часть основана на пуш, это вот выталкивающая цепочка, там у нас и заказы на производство, на закупку, ну, потому что всегда это нужно заранее делать, есть пополнение запасов по сети, все это в каком-то прогнозном способе должно основываться, вот, и есть пул-часть, и между ними вот есть это разделение, даже в теории известная, как граница пуш, пулы и точка разделения заказов клиентов. Конечно, хороший инструмент планирования цепочек поставок, такой как дом, ну, и вообще современные системы управления заказами, они должны поддерживать гибридные стратегии, которые собой эту комбинацию пуш и пулы представляют, и возможность именно гибко переносить вот эту границу, которая вот на этой картинке нарисована, между вот этими подходами, в том числе по мере развития компании, развития логистической сети, изменения стратегии, то есть в какой-то момент, ну, например, полагались на внешнюю дистрибуцию, и нас вообще не интересовало, как товар достигает потребитель, в конечном итоге работали X-Works, вышла из ворот завода, мы как бы работаем и забыли. Дальше компании могут задуматься, а почему бы не иметь собственную распределенность, почему пару рецепт не построить, почему бы не контролировать лучше, скажем, ритм поступления товаров нашим потребителям, и, соответственно, эта граница начинает смещаться, то есть у нас мы начинаем продвигаться в бирже, и у нас уже пул, как бы часть, она становится все меньше и меньше. Вот, также это все очень здорово может зависеть, конечно, от сегментов ассортимента, то есть при однородной продукции, ну, понятно, можно достаточно стабильную стратегию построить, и все. Если же ассортимент разнородный, то, возможно, вариант. Ну, вот на этой картинке такие крайние случаи нарисованы, то есть такая чистая производство, закупка на склад по стабильному ассортименту, здесь, конечно, пуш превалирует, то есть у нас есть твердые прогнозы, мы на них полагаемся, к тому же здесь есть частая экономия на масштабе, и компании понимают, что и с точки зрения закупочной, и производственной деятельности, да, нужно иметь объемы обеспечить, и это какую-то экономию даст, в том числе, кстати, на логистике. Почему пуш так далеко протягивает? Потому что есть экономия на магистралях, на крупных поставках, и, соответственно, это позволяет тоже себестоимость логистическую как бы, ну, держать в каких-то рамках. Вот. Стратегии же поставок на вытягивание, основанные на такой, допустим, чистое производство, закупка под заказ, они, конечно, характерны на каких-то уникальных товарах, товарах очень нестабильного спроса, где там прогнозированием заниматься просто нереально, ну, или какие-то вероятные сны, там методики, например, сейчас используются, да, не традиционно, а именно основанные на истории с, не знаю, там, вероятностью, там, покупки, там, так, такого или иного количества этого товара. Вот. И между, ну, вот этими крайними стратегиями, где мы полностью на склад работаем, полностью под заказ, уже вот есть нечто среднее, где мы имеем дело имени вот с той самой плавающей границей, и она выражается, как правило, именно в распределительной логистике, то есть до какого уровня распределительной сети мы готовы доводить, вот, скажем так, наш товар вот. Прямо-прямо до розничного магазина, там, до РЦ, до какого момента. Вот после того, как мы с этим принципиально определились, то есть выбрали стратегию именно регулярного пополнения, как бы способы, глубину и так далее. Вот здесь уже можно говорить об оперативном планировании цепочек поставок для обеспечения реального спроса. И в процессе вот этого планирования будут использоваться, мы как бы подготовку проверили, будут использоваться ранее запущенные механизмы пополнения, то есть тот ритм, та глубина, которую мы установили, мы этим сможем пользоваться. То есть планируется цепочка поставок уже под конкретный заказ, система будет анализировать доступные запасы по сети, которые мы подготовили, график поступлений, ожидаемых из производства, от закупок, возможности перемещения, кстати, как вариант, это не запрещается. Мы можем инициировать и дополнительные закупки и производства. Здесь вот очень важный момент вот этой смычки как раз. То есть если выталкиваешь систему на основе прогнозов, работает хорошо, нам вот этих штатных источников должно быть достаточно, ну, в теории, да, мы хорошо подготовились, хорошо спрогнозировали, распределили, все отлично. Но при этом дом позволяет в оперативном режиме как бы сгладить неточно спланирование. То есть, скажем так, накладывать вытягивающие цепочки в параллель к выталкивающим. Они ничем не отличаются, по сути дела, да, если там вернулось в предыдущие картинки, вот эта граница действительно плавает. Если чего-то в распределении не хватило, вот что он плановый, допустим, матрицы плановые у нас, там, не учли какие-то всплески спроса, мы в параллель можем спланировать цепочки под конкретный заказ. Они даже, возможно, в тех же машинах поедут, то есть на уровне исполнения, то есть все совместится, консолидируется. И таким образом мы как бы срастим пуш и пул, сгладим недостатки там прогноза нашего и, в общем, выйдем из ситуации там наилучшим образом. Вот. И также это нам будет давать еще гибкость дополнительную. Почему? Потому что мы сможем выбирать сроки и полноту исполнения заказа. То есть, например, можно принять решение использовать только текущие запасы. Ну, сейчас это в примере как раз посмотрим. То есть это самая такая твердая стратегия гарантировать там стопроцентный уровень сервиса. Мы говорим, так, клиентские заказы только из доступного. Там не принимаем во внимание ожидаемую историю, потому что мы ожидаем, а это всегда плавающая дата. Да, плановые даты есть, но гарантии там стопроцентный нет. Вот. Если клиент дата ждать, можем подтвердить плановую отгрузку на вот эти плановые даты, да, какие-то отсрочные. Можем разделить, да, у нас есть стратегии, которые позволяют разбивать. То есть доступно. В первую очередь отгружаем ожидаемое там уже отдельными отгрузками. То есть такой график поставок создаем, да, для клиента. И, вот скажем, какую-то выбор тут делаем. Если это все неприемлемо, начинаем смотреть на соседних складах. То есть обычно там филиалы одному дивизиону, принадлежащий, обмениваются запасы между собой. Это не приветствуется. Обычно директорами по логистикам говорят, никаких лишних перемещений, только пуш-поток. Дожидаемся, обеспечиваем и как бы вот лишних телодвижений не делаем. Это тоже возможно. Это можно в системе все запретить, прописать. Но варианты должны быть. Менеджеры в любом случае. Вот. Все это делать можно в дом. Все, о чем я говорю. Во-первых, система предлагает различные варианты. По вот этим стратегиям я совсем коротко коснулась. Что важно? При просчете каждой схемы система рассчитывает время. И причем это не просто время отгрузки этого заказа. Это время буквально позиционное. Мы можем отследить, из-за каких позиций у нас происходит отсрочка отгрузки. И принять какое-то решение. Отказаться, заменить их на что-то. Уменьшить вообще заказ клиентский, чтобы успеть. Или наоборот, этот график построить. И плюс еще мы смотрим логистическую себестоимость. То есть стоило ли оно того. Может быть, увеличить объем заказа. Может быть, дополнить его в какую-то немножко отсрочную поставку. И тоже сэкономить как-то на логистике. Ну, плюс еще вот консолидации и параллельно позаниматься. То есть это вот уже такая очень-очень оперативная часть. Казалось бы, она к стратегии такое мало отношения имеет. Но, тем не менее, мы же здесь пользуемся как раз тем, что мы там получили путем сложного прогнозирования там и так далее. То есть, скажем так, здесь как раз и происходит встреча сложных каких-то стратегических вещей, связанных с прогнозами спроса, с тем, как уже в реальной жизни мы это используем. Там каждый конкретный заказ обеспечиваем. Ну, вот. Ну, в принципе, как раз к практике и подходим. Вот у меня такая схема, которую мы сейчас в системе тоже немножко посмотрим. Что мы видим на этой схеме? Это некое состояние сети. Здесь имеются доступные запасы. Тут они обозначены. Там у нас вкладе в Кеме, вкладе в Барнауле. Мы получаем заказ на продажу покупателей, на определенный объем определенной позиции. И вот нам нужно решить, что мы с этим делаем. Поскольку сегодня у нас тема такая планирования из регулярного пополнения, здесь есть ожидаемое пополнение, причем двух родов. Это вход в сеть. У нас запланированная регулярная закупка от поставщика. Вот оно, соответственно, на центральный склад. И дальше в рамках уже распределительной логистики у нас есть еще регулярное пополнение филиального расклада в Барнауле. Это тоже ожидаемое поступление. То есть у нас есть два рода ожидаемого. Есть доступные запасы. И вот, собственно, что-то с этим нужно сделать. Давайте посмотрим, как выглядит система. Так, это, кстати, пример некая логистическая часть сети некой компании. Но мы перейдем к заказам. Вообще, все планирование материальных потоков как по пуш-схеме, так и по пулу, оно начинается с заказов. Но каких? Это могут быть заказы на закупку и на производство. Которые... А, не вывозь. Да. Сори. Сейчас я все-таки покажу экран. Вот, кстати, картинки мы начали. Чтобы показать всю красоту, возможно, логистическая сеть. Кстати говоря, вот разными цветами здесь линии, это разные виды транспорта еще. То есть у нас между двумя точками... Почему время может так разниться? Да, мы где-то можем по одному и тому же регуру, там отдаленные, особенно есть там какие-то Новосибирск, там Барнаул, Центральная Россия. Это могут быть и автоперевозки, это могут быть ЖД, но они очень сильно отличаются по стоимости и времени. И вот тут прямо это может здорово сыграть, конечно. Прямо про схемы обеспечения. Вот. Ну, собственно, продолжим. К нашему примеру, да, как я уже сказала, любое там и пополнение, то есть история с пуш-стратегией и уже обеспечение конкретного потребительского спроса начинается в системе заказов, но заказы очень разных типов. Значит, заказы на закупку, заказы на производство, которые нам создают ожидаемые поступления в систему, они могут подать в дом, например, из ярки. Заказы на пополнение склада. Вот история связана с поддержанием, с испределительной логистикой. Это уже как бы такой исконный функционал дом. Есть в дом такой вот сервис, расчет потребностей, который позволяет по разным алгоритмам, ну, вот самый простейший из них, конечно, это Minimax, да, когда мы просто на автомате следим за минимальным запасом, выполняем до максимального, то есть система оценена и текущие остатки, причем не просто текущие остатки, а текущие ожидаемые в адрес этого склада и уже зарезервированы под реальный спрос. То есть, ну, действительно, актуальная ситуация еще с некоторым горизонтом вперед учитывается. Все-таки здесь не просто вот лишь доступные остатки. Вот. И таким образом мы формируем такую более-менее реалистичную цифру, которую нужно дозаказать для пополнения этого склада. Вот такими способами у нас могут рождаться как раз самое заказное пополнение склада, которое у нас порождает, ожидаемое вступление. Вот. То есть я, как я уже сказала, у нас вот два заказа. Если от них перейти, они информируют распоряжение. А распоряжение – это уже вот та самая сущность, которую система исполняет. То есть у нас будет исполняться поступление от поставщика на Новосибирск и вот это перемещение внутреннее из Новосибирска в Барнауле на определенные объемы. Эту историю можно проследить на отчете специальном как раз вот запасы по типам накоплений. То есть мы видим, что, как у меня на картинке было покажено, в Кемерово и Барнауле у нас немножко есть доступно этой позиции. Вот такая искусственная камень, мрамор. Соответственно, в Новосибирске мы ожидаем от поставщика вступления у нас есть ожидаемое. И мы также вот запланировали перемещение с центрального склада на региональный склад Барнауле 120 штучек этой позиции. То есть вот такое состояние сети у нас на старте нашей истории. И вот нам поступил заказ на продажу от покупателя. Это уже тот самый реальный спрос, к которому мы, слава богу, подготовились. Вот здесь позиция, количество. И вот его мы как раз и будем уже планировать. И вот когда я разговаривала, давайте посмотрим две там разные стратегии, а именно используем только доступные запасы или используем все-таки, ожидаем, вступление тоже. Ну, например, только доступные запасы по сети. При планировании каждого заказа мы можем эту стратегию прям выбирать, да, с интерфейса. Также это может быть предустановленная стратегия для различных типов заказов, для различных сегментов клиентов, да, то есть какие-то там важные клиенты, которые нужно твердо обеспечить. Это одна история. А там другой сегмент, другой канал, соответственно, там, например, позволяем использовать ожидаемые от перемещений, да, это же более твердая история, да, более предсказуемая. Вот, ну, выглядит примерно вот так. То есть здесь некие параметры, откуда можно, откуда нельзя, в данном случае только и запасы можно брать. И опять-таки это неполный список, то есть все-все параметры – это вот. То есть то, из чего стратегию можно составить, и как бы вот можно и количество вариантов ограничить, и глубину, кстати, поиска по сети можно ограничить. То есть сказать, что там более трех перемещений неприемлемо, да, для построения решения. Вот, запустим, планируем, но в нашем случае сейчас, конечно, нам запасов доступить не хватит. У нас будет 260 штучек нужно, а по сети там есть… Вот, он сейчас планирован частично. То есть эта история достаточно, ну, такая, это штатная история, что нам не удалось полностью обеспечить заказ. Соответственно, как это выглядит. План обеспечения нам предлагается такой, что вот с кемеровым берет 60 штучек из доступного, и, соответственно, с броноугла тоже берет из доступного только 90. Да, если мы вернемся к нашей картинке. Ну, он будет там возвращаться, все это вам показываем. К отчету тогда лучше вернусь. То есть мы только вот это увидели, потому что доступны запасы. Вот, давайте мы поменяем стратегию на то, чтобы видеть. И ожидаем недоступные. Здесь уже у нас больше «да» и меньше «нет». Ну, вот. Я здесь сейчас перепланирую. Ну, увидим вот такую полную картинку, где мы все-все-все взяли. Сейчас на источниках. Вот. И как раз я сейчас хочу что продемонстрировать. Так, верненная диаграмма. Вот. Мы видим резерв времени. То есть по какой причине он образовался, да, у нас сегодня, ну, завтра, вернее, 17 мая. И, естественно, вот эта вот поставка у поставщика, которая ожидаема, из ожидаемых поступлений, мы видим, что 150 штучек взяли, недостающих в нашей сети. Она приедет только 23 мая. И отсюда вот формируется вот этот самый резерв времени. Доступный запас, в принципе, можно отгрузить прямо завтра. Мы сейчас, собственно говоря, вот как раз увидим вот разницу по времени. Почему, кстати, мы говорим здесь? Кстати, говоря о вариантах. С тем еще помимо, ну, вот этого уже детального плана обеспечения, да, что вот она предлагает, если отгрузку саму посмотреть, то здесь вот доступные мы берем из Барнаула, ожидаемые, вот эти 120, которые едут в результате вот этого перемещения с центрального склада. И 150 мы здесь еще дополнительно перемещаем. Они еще в Новосибирске покупаются. И вот это перемещение 150 штучек от поставщика. Здесь тип обеспечения покупка, система показывает. Здесь, кстати говоря, очень удобно, что мы видим первоначальный источник. Дело в том, что в рамках вот этой схемы мы дополнительные перемещения вынуждены делать из закупленного товара. Но, тем не менее, на уровне отгрузки мы видим, что исходный источник – это ожидаемое именно из покупки от поставщика. Вот этот самый регулярный. И еще дополнительно система предлагает варианты. То есть, раз мы все равно вынуждены ждать, использовать покупку, то один из вариантов – это дождаться все полное поступление от поставщика и запасы по сети не задействовать. Это, кстати, достаточно частое требование. Клиенты говорят, смотрите, у нас есть определенные запасы по сети. Это такая гарантия для клиентов, которые не готовы ждать. Если клиент все равно готов ждать, предпочитайте более далеко расположенный запас, если вы все равно будете какую-то часть использовать оттуда. То есть, это очень частое пожелание, поэтому вот поэтому и потому, что, в принципе, это разумный вариант. То есть, система предлагает, ну, раз уж ждать, давайте все дождемся оттуда. И другой еще вариант, еще тоже более интересный. Если достаточно большой объем, часто бывает так, что нецелесообразно вести по филиальной сети это. То есть, есть смысл центрального склада клиента отгрузить. Я вот систему такой вариант тоже предложил. То есть, вот видите, здесь отгрузка из Новосибирска на прямую клиенту в Барнаульском, минуя Барнаульский склад. То есть, вот буквально, видите, в рамках одной и той же стратегии все равно предлагаются различные варианты, что тоже, конечно, замечательно. Ну, плюс еще стратегии по источнику тоже можно изменить. Вот, давайте мы в рамках этого плана сейчас спланируем распоряжение, саму вот схему, и покажу историю вот эту с датами, и уже будем с практической частью заканчивать. А с датами, а именно, то есть, можно принять решение о том, чтобы эту отгрузку все-таки разделить. Да, то есть, вот мы видим, что доступные запасы, мы доступны буквально прямо-таки завтра. 9 УТА. И, кстати, вот это ожидаемое поступление, оно тоже буквально приедет уже завтра. Мы посмотрели на вот эти заказы. Хочу показать, как это, когда там все пристраивается. Вот. То есть, у нас поступление от поставщика только до 23 мая приедет, а вот это перемещение, оно буквально уже вчера должно было приехать. Вот. Соответственно, вот такая вот история. То есть, мы ждем буквально только из-за вот этих 150 штук. Что мы можем в этой ситуации сделать? Кстати, вот я еще хочу показать распоряжение по цепочке. То есть, нам система по отгрузке показывает все распоряжения, которые связаны. То есть, за счет чего она обеспечена, от чего зависит и почему такая ситуация. Например, при опоздании, при исполнении, это очень важно. Да, мы можем уже в оперативном режиме, когда уже схема поехала, да, то есть, вот эти все по пуш-стратегии перемещения начинают ехать. У нас реализован сайт-функционал, очень часто говорят об этом. То есть, у нас ожидаемые поступления, они разобраны уже до того, как они выехали. То есть, мы уже знаем, какие клиентские заказы. И очень важно в системе отслеживать опоздание. То есть, у нас одно большое ожидаемое поступление от поставщика завязано на кучу клиентских заказов. Если оно опаздывает, первое, что хотят знать менеджеры, какие клиентские заказы пострадают от этого опаздания. Кому уже можно звонить. Кому уже нужно звонить. И вот эта у нас история реализована. То есть, при сдвиге плановых дат, поступления поставщиков, вот этих вот шаттлов регулярных, например, межскласских, у нас сразу вот эта вся клиентская история по времени поедет. И здесь у нас еще есть возможность, что делать, какие мероприятия провести. Разбить воспоряжение. То есть, мы можем взять... Ну, это я сейчас прямо вот совсем пришлое дело. У нас есть функции, которые вот чисто там ближайшие доступные могут выделить. Вот. Мы сейчас выделим вот эти вот две позиции, да, которые у нас на ближайшие даты доступны. А вот эту вот оставим в покупку, которую ты долго ждать. Мы сейчас разделим. И что мы увидим? Мы увидим, что у нас одна отгрузка автоматически станет на более ранние даты. Что мы и добиваемся тут, по большому счету. Так. Сейчас. Сейчас заказываешь, перенес, что некрасиво. Вот. У нас появилось теперь две отгрузки. Одна на 17-е число замечательным образом, и одна вот та, которая от поставки зависит. То, что она зависит от поставки, тоже можно таким образом увидеть. Вот видите, то есть она связана с поступлением поставщика, и поэтому такая дата. Вот. Вот такая история с планированием. Тогда давайте заканчивать практически сейчас. У нас чуть-чуть все-таки времени на какие-нибудь вопросы. У нас на самом деле довольно много вопросов нападало в наш чат. Давайте по порядочку.